Добрый день! С вами Ирина Багнёк, канал Усадьба Багиры. Сегодня у нас очередное видео с нашими дубками. Прошлое было в конце декабря прошлого года, в последних числах. Сейчас у нас начало мая. Вот он так выглядит. Лист еще маленький, он уже полноценно развернулся почти весь. Но еще маленький, поэтому будет хорошо вам видно, что я буду показывать. Во-первых, во-вторых, тут есть минимальные вторжения, которые мы сейчас проведем обрезку, формирующую именно для лучшего ветвления. Значит, вот посмотрите, как он выглядит. Он прекрасно, замечательно растет. Хорошо. Так что сейчас мы с ним поработаем. Замечательный у него рост. Значит, что мы сегодня будем делать? Мы будем, вот на примере, у нас их два, большой и маленький. Внизу есть ветви, есть некоторые ветви пустые. Внизу довольно сложно получить ветвление, потому что все силы уходят наверх. Наверху у нас вот за завод просто только проснулись. Одна новая ветвь выросла, вторая новая ветвь выросла. Третья ветвь, она была, но она продолжила хорошо расти. То есть массово здесь, поэтому лист здесь будет крупней. Междоузли здесь будут больше. Это они только начинают расти. Если их не тронуть, они будут большие. Чем ниже у нас, мы стараемся их ветвить. У нас есть разветвление. У нас уменьшается междоузли, у нас уменьшается лист. Чем чаще междоузли, вот тут видно, чем чаще маленькие веточки, тем более мелкий лист будет, что мы добиваемся. Потому что у дубов довольно крупный лист. И потом, когда он разрастается, это довольно... Ну, если его не уменьшать специальными техниками, то это не очень красиво и сложно в работе. Поэтому мы будем слегка сокращать верх, так как он хорошо прям пошел в рост, чтобы пробудить почки на вот таких пустых ветвях еще. Чтобы улучшить ветвление там, где есть у нас какие-то. И где-то мы будем замещать, например, сильное... Если ветвление на этой ветве есть неплохое, то есть сильная ветвь, которая сейчас прям хорошо пошла расти. Мы ее будем убирать, замещая на более тонкую. Что, опять же, способствует пробуждению почек где-то ниже, где-то на ветвях, на стволах, если вдруг они нужны. В общем, таким образом. Значит, вот лицо. Вот так он хорошо-хорошо выглядит. Очень много почек проснулось не только наверху, но и на веточках. Сейчас мы это все подробно рассмотрим. Смотрим. Вот сейчас смотрим на вот этот меньший дубок. Значит, вот тут у нас листики хоть и пока маленькие, но все равно они закрывают иногда. Значит, вот веточка. Мы прям просто вот по ходу делаем. Не будем сейчас первая, вторая. Вот веточка небольшая. Тут листики, тут одно ветвление. Ничего не делаем, потому что веточка довольно слабая. Следующая веточка, вот эта с большими листиками. Подниму. То есть она пока что пустая, но она не очень, хоть она и в верхней части этого нашего дубка, она не очень сильная, что хорошо. Поэтому шанс, что тут что-то проснется. В принципе, он есть. Поэтому пока мы ее оставим. Может быть, мы к ней вернемся чуть позже, когда смотрим другие. Идем к вершине. Значит, вершины мы в прошлый раз сильно обрезали и оставляли две почечки. Какая из них пробудится, какая будет лучше расти. Кто-то из них будет вершиной. Они обе растут. Вот мы эту посильнее уберем. Эту более слабую мы оставим. Почему уберем сейчас? Потому что сейчас еще продолжается хороший рост. Если мы вот эту веточку уберем посильнее. К примеру, я не знаю, будем сокращать тут или нет. Но сократим точку роста на верхней сильной ветви. То у нас шанс есть, что оно еще растет. Идет волна роста. И то, что у нас ниже, вот ту ветвь, что вначале показывала, там возможно что-то пробудится. Пока за эту весну нет. Поэтому начинаем вот таким образом. Поэтому это вторжение у нас сейчас пока еще даже не прошла волна роста. Очень часто мы, например, если нам надо... Вот вершина, да, нам надо еще... Она хорошо растет. Она утолщает ствол. Все замечательно. То есть ей даем хорошо подрасти. Прямо такой вот. Все, что она может вырасти за эту волну роста. Она станет толще. Ствол утолщается. Все замечательно. Но нам надо ветвить в данном случае. Поэтому вот сейчас мы уже чуть-чуть меняем тактику подхода, формирующей обрезки дерева. Так, следующее, значит... Вот веточка. Она наверху. У нее здесь видны почечки. Я не знаю, насколько вам видно, поэтому просто буду комментировать. Здесь почечки видны. И она наверху довольно сильная. Она сейчас будет сильно, быстро развиваться. Поэтому, чтобы нам тут что-то пробудить, нам ее надо обрезать, чтобы она не выросла очень толстой и не перегнала. А она может за сезон буквально утолститься настолько, что перегонит нижние. Для этого мы тоже ее сокращаем. Поэтому она хоть и почти... То есть вот мы ее изогнули осенью. Но осенью ей было примерно полгода этой ветви. Сейчас ей примерно даже не так, а прям ниже, где у нас почечка в ту сторону, которую нам нужно. Вот что у нас получилось. Один листик тут и один там. То есть если бы такого размера с таким вот неветвлением просто верфь была еще ниже, мы бы ее не трогали. Так как она в самой верхней части дерева, мы ее останавливаем в росте. Так, потом вот тут маленькая нижняя, на ней ничего новенького. Ну вернее новая веточка одна есть. И видна новая точка роста. Прям такая зелененькая. Ну вот она. Не знаю, насколько эта камера, вряд ли будет видно. Вот чтобы ее поддержать, мы вот это сократили. Опять же, вот эту тоже она у нас, я говорила, вернемся позже. Мы ее тоже все-таки остановим в росте, сократив вот это. Она, возможно, тут что-то пробудится. Во-вторых, вот эта увидит сейчас свет. И та точечка роста, которая сейчас там есть, еще третья. То есть один лист с точкой роста, вторая вот начала расти веточкой. И там она увидит свет. Потому что до этого вот это все было выше нее. Это все закрывало солнце. Так, готово. Идем дальше. Ну дальше следующее по вниз, если она тут плохо видна. За листьями мы пока оставим. Идем вот к этой ветви. Хорошая ветвь. Ветвится ветвь. То есть, ой, вот у нее одно хорошее ответвление. Поднимем. Потом на меня смотрит. Ой, так плохо видно все это. Значит, одно, вот тут второе, третье. Сейчас я так пригну. Вот вы увидите. Замечательно они растут. То есть, прошлогодняя обрезка нам помогла. И что очень хорошо, насколько это получится снять, не знаю. Значит, вот веточка. Это новая этого сезона. Уже прям веточка. Вот почечка. Прям очень хорошо. Она пойдет в ту сторону. Если надо, потом пригнем. То есть, просто замечательно на нижней ветви у нас такое хорошее ветвление. То есть, правильная была обрезка в прошлый раз. Что мы с ней сделаем? Мы у нее, вот чтобы поддержать вот эти новенькие, вот эту более сильную, мы ее вот так остановим в росте. Все. Волна роста еще идет. Помним об этом. То есть, они еще будут расти. И все силы пойдут вот сюда. И вот на вот эти две маленькие, новенькие. Потом идем вот к этой. Вот она замечательная, длинненькая, хорошая, пустая абсолютно. И тут вот одна более сильная ветвь. И вот новенькая. Ну, вернее, они обе этого года. Вот эта и эта. Но хотелось бы очень вот здесь что-то еще получить. Поэтому мы вот эту вот тоже сократим в росте. Остановим в росте, сократив ее. Буквально оставив один листик. То есть, тут они будут все равно ветвиться. Но что-то здесь будет. И мы пришли вот к этой, с которой началась наша речь. Значит, пустая, пустая, длинная, самая. Она как бы довольно сильная. Почек много. Но они спят, потому что вот тут все пробудилось. У нее один вот побег новый, вот этот в правой руке. И наверху два маленьких. Мы вот этот сильный сейчас остановим. Причем, может быть, я сейчас посмотрю вблизи, неплохо видно. Может, мы его весь сократим, оставив эти два. И у нас тут что-либо оно проснется. Если не в эту волну роста, то в следующую. У дубов все-таки несколько волн роста за сезон. Да, она очень длинная, поэтому мы эту прям сократим всю. Оставим здесь две веточки, две точки роста. Вот. То есть, вот с этим меньшим у нас все. Примерно то же самое, по тому же принципу, мы будем делать с нашим вторым. Тут мы начнем... Ну вот мы сейчас рассмотрим самую нижнюю. И потом так же начнем сверху, чтобы, убирая листья, вам было лучше видно. Значит, вот тут замечательно. Она самая нижняя, но она хорошо ветвится. Значит, буду так. Вот это прекрасно, замечательно. На вот этой второй вообще три веточки новых. Видна вот тут в середине почка, не знаю, насколько видно ее. Которая прям набухшая, она будет вот-вот открываться. Потом вот здесь есть. И вот новенькая. Как вам ее видно? Лучше показать. Вот новенькая ее. Не было. Она новенькая, замечательно. Мы ее потом пригнем. В общем, супер. При том, что это нижняя ветвь, она уже хорошо ветвится. Она замечательная. Поэтому с ней мы ничего не будем делать. Она самая нижняя. Мы ее поддерживаем. Сверху мы сократим. А сюда пойдут силы, она будет ветвиться. И подрастать. И набирать толщину в том числе. Вот. Идем наверх. Наверху у нас, надеюсь, отсюда будет лучше видно. Та же ситуация, что и с предыдущим маленьким дубком. Значит, мы оставили... Сейчас. Так, ну. Мы оставили осенью вот эту ветвь. Даже слегка ее изогнули. Вот эту. Вот эту. Она поветвилась. Она замечательная. Она сейчас будет... Если мы ее оставим вершиной, она будет изгибаться... Утолщаться. И у нас будет небольшая разница ее с предыдущей ветвью. Вот с этой. Ну, со временем она будет. Поэтому мы ее уберем. Так как у нас тут выросли еще две. У нас выросла одна вот сильная. Вот. Мы ее уберем точно. И мы вот эту вот слабенькую, скорее всего, оставим. Сейчас я это еще посмотрю. Да. Да. Тем более, что она как раз в ту сторону хорошо у нас получается. Единственное, что мне надо убрать проволоку, потому что я там не смогу обрезать. Там сейчас аккуратно я краешек уберу. Вот. Встану, обрежу, потому что мне это не видно снизу. Чтобы нам не повредить ту маленькую веточку, которую мы хотим оставить. Так, значит, сначала уберем вот это то, что точно нам не нужно. И уберем. Так, еще раз. С лица на него глянем. Да. Замечательно. Так вот уберем. Тем более, она делала такой слегка изгиб. Не очень мне нравился. А у этой, вот что у нас получилось. Вот у нас пенек. Я его вырежу. И вот она идет ровненько вверх. Замечательно. То есть не вот этот вот странный изгиб. Тут согнуто в сторону. И потом ровненько вверх. Потом со временем она сократится на другую бочку. Вот эту веточку. Вот эту веточку. Вот она идет. Мы оставим. Она замечательно. Вот. Пускай растет. Тут у нас пробудилась еще новенькая. Новенькая вот маленькая. Так что все хорошо. Пенек я уберу потом. Это уже более кропотливая работа. Не будем на это тратить время. Так. Значит с вершиной мы определились. То есть также останавливаем в росте. Оно хоть и будет еще расти. Высота его еще не максимальная. Но мы, чтобы была у нас конусность, мы это делаем. Значит, следующая ветвь у нас вот эта. Прекрасная ветвь. Тут много вот. Вот это все новенькое. Замечательно. Один, два, три. И тут. Вот тут вот одна сухая. Потом ее просто обрежем. Так. Маленькие все. Поэтому мы не трогаем ее. Да. Слишком маленькая. Потом вот эта часть. Обязательно эта ветвь будет сокращаться. Но пока совсем уж она тоненькая. Идем. Идем в следующая ветвь. Вот эта. Очень сильная. Сейчас уберу листья. Очень сильная. На такой высоте довольно сильная. То есть ниже у нас есть ветви более тонкие. Поэтому ее будем останавливать в росте. У нее вот новенькая. Пока не будем трогать. Потом попробуем ее куда-то изогнуть. Если получится. Если нет, будем просто ее сокращать. И вот здесь у нас большая и поменьше. Сейчас я поверну гляну. Да. Большая. Поменьше. Еще поменьше. Поэтому эту большую мы сокращаем. Потому что очень все сильное. Она сейчас пойдет расти. А так мы ее остановим. И у нас будут развиваться нижние. Наверное, вот эту мы сразу сократим. Потому что они примерно равноценны. Сейчас даже она сильнее, чем вершинка. Чтобы она не решила, что она теперь вершина. И начнет расти очень близко. И начнет расти вверх. Все. Идем дальше. Дальше более у нас тонкие ветви. У них небольшой вот веточкой. И все. Тут то же самое. Есть ветвление. Есть новые хорошие побеги. Почему показываю так подробно все эти побеги? Чтобы вы понимали, что прошлая обрезка. Она была хорошо, правильно сделана. И все прошлые работы. Что вот оно есть. Не растет у нас только верхушка. А растут побеги какие-то еще в стороны. И мы можем выбирать и делать ветвление. Поэтому здесь мы... Здесь маленькая, тоненькая. Беру лишние. Маленькие, тоненькие побеги. Ничего мы с ней не делаем. Следующая. Вот это. Подниму. Вот. Тоже маленькая, тоненькая. Очень тоненькая. А было бы хорошо, чтобы она получше подросла. Поэтому верх мы остановили. Ее не трогаем. Дальше вот. То же самое. Хорошая, замечательная. Тоже пока растет себе. И мы пришли... Вот у нас... Так подниму. Значит, вот веточка. И тут за моей рукой. Сейчас я гляну на нее. И вам все расскажу. Значит, с ней все замечательно. Здесь очень маленькое ветвление. Уже прекрасное. Здесь несколько новых побегов. Поэтому они все остаются. Пока что мы ее не трогаем. Так. И тут сейчас сразу гляну и вам расскажу. Так. Вот так. То же самое. Хорошо много побегов. То есть вот один. Ой. Так не видно. Вот один. Довольно слабенький пока. Вот второй. Пока тоже еще слабенький. И вот тут вот. Вот это умеру. Вот этот третий. Все они будут слегка потом изгибаться. И сокращаться. Сейчас посмотрим. Единственное. Вот так. Вот этот. Более сильный. Мы его сейчас сократим. Чтобы поддержать предыдущие. Мы его... Один листик. Мы оставим с почечкой. Все. Просто потому что он сильнее. И чтобы поддержать вот эти вот более тонкие. Мы его сокращаем. Все. На данный момент все. Эту ветвь мы осмотрели. Значит. Так вот. Постепенно. Постепенно мы это делаем. Потом он сейчас... Волна роста пройдет. Он хорошо. Хорошо. Вот. Все, что мы сделали. Какие-то начнут расти лучше. Какие-то просто будут ветвиться. Какие-то еще пока растут. И потом будут удаляться. Или переводиться. Вот вершинка будет наверняка еще. Естественно. Не вот эта вот точка роста. Будет вершина. Естественно. Тут будет еще сокращаться что-то. Переводиться на другую. Но пока он обрастет, потом мы к нему опять придем. Но потом будут листья уже еще больше. Поэтому будет сложнее вот это вот все объяснить. А вам понять. Увидеть. Понять-то можно. Увидеть сложно. Поэтому вот так вот. Такая вот промежуточная обрезка. Чтобы нам направить его силы. Направить его энергию в те части, которые нам нужны. Все. Вот такой вот замечательный дубок. В следующий раз, наверное, мы вот эти вот тонкие корни будем уже убирать. Потому что на рост небаря они уже... Вот эти тонкие не сильно помогают. Вот. То есть помогают вот эти ниже потолще. Вот здесь хорошо видно. То есть вот эти вот помогают, утолщают. Вот это вот нет. Но был он пересажен в прошлом году. Вот. Была работа с корнями. Поэтому сейчас они обрастут. Вот. Волна роста. Корни тоже прекрасно растут. И потом мы чуть-чуть приберем. Потому что вот эти вот явно они лишние. Не очень красиво. А какие-то потолще будут оставлены. Чтобы они росли хорошо. А тут они просто перекрещиваются. Они сами с собой перекрещиваются. Они перекрывают красивый ствол. Вот. Вот. Красивая небаря вот эта. Так что с этим будем работать в следующий раз. Все. Подписывайтесь на канал. Увидите продолжение. Удачи! 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 Продолжение следует...